Добрый день, уважаемые участники прямого эфира. С вами глава администрации Нестеровского муниципального округа Старков Эдуард Владимирович. Я хотел бы остановиться на тех аспектах нашей жизни, на тех мероприятиях, которые мы проводим на территории муниципального образования в настоящий момент. В первую очередь хотел бы остановиться на капитальном ремонте Дома культуры поселка Бабушкино. Об этом Доме культуры хочется сказать, что он построен был в 1964 году. На протяжении длительного времени он капитально не ремонтировался, хотя в нем на протяжении всех этих лет проводились различные общественно значимые мероприятия. В связи с тем, что несколько лет назад пришел он, скажем, в негодность, произошло обрушение частичное потолка внутри помещения, мы были вынуждены работников Дома культуры перевести в приспособленное здание школы, в том числе и перевести туда нашу библиотеку. В 2021 году был завершен первый этап. При поддержке правительства Калининградской области совместно с губернатором были выделены деньги в 2021 году, и мы отремонтировали в первом этапе крышу этого здания. На этот год, в 2022 году, были выделены дополнительные денежные средства для завершения капитального ремонта Дома культуры. В настоящий момент работы ведутся, согласно графику. Отремонтирован, утеплен фасад здания, отштукатурены стены внутри, залит бетонный пол, ремонтируется санузел, укладывается плитка. В настоящее время проводятся работы по установке канализации, строится, пристраивается котельная. То есть, я думаю, что по планам до конца года закончить этот капитальный ремонт. И надеюсь, что это будет очень востребованное здание для жителей поселка, для детей, которые будут посещать данный Дом культуры. Значит, в ходе подготовки к прямому эфиру у нас как раз по этому Дому культуры поступил вопрос, зачем вкладывают такие деньги, будет ли в поселке Бабушкино кому ходить в этот Дом культуры. Ну, значит, хочу я сообщить, значит, что в данном поселке прописано почти 600 жителей. Кроме того, в поселке есть детский сад, в который посещает 24 ребенка, школа, в которой посещает 61 ребенок. Кроме этого, с этого поселка дети ездят и в Нестеровскую школу, учатся. Поэтому порядка 90 детей в поселке Бабушкино и ближайших поселок, это у нас выселки раздольные, ну и достаточно большое количество жителей. Значит, культработниками в данном поселке проводятся культурно-досуговые массовые мероприятия, организована работа 11 клубных формирований и кружков для людей различного возраста. И я считаю, что этот Дом культуры поселку нужен. Продолжим дальше. Хотелось бы остановиться на благоустройстве. Значит, в рамках программы конкретных дел в текущем году мы провели мероприятие по капитальному ремонту тротуара по улице Центральной в поселке Ясная Поляна. Также по благоустройству мы продолжаем устанавливать контейнерные площадки. Было обустроено 14 на настоящий момент контейнерных площадок. В том числе мы продолжаем обращать внимание и к качеству водоснабжения. В том же поселке Ясная Поляна было многочисленное обращение жителей на напор воды, на качество воды. В связи с этим мы в этом году провели мероприятие по капитальному модернизации двух скважин в поселке Ясная Поляна. И также мы капитально отремонтировали скважину в поселке Чернышевское, Нестеровского района. Мы продолжаем мероприятие по программе формирования комфортной городской среды. Вы заметили, что за последние годы, начиная с 2017 года и по прошлый год, центр города нашего благоустроен. Организована детская площадка около здания администрации. В этом году жители улицы Октябрьской, домов 15, 17, 19, 21 изъявили желание, чтобы благоустроили их дворовую территорию. Поэтому в этом году, на этот год, мы запланировали данные мероприятия и эти мероприятия, значит, уже на настоящий момент благоустройство уже подходит к концу. Единственное, нужно понимать, что если жители хотят благоустроить какие-то свои территории, они должны понимать, что это за собой тянет их софинансирование. Там небольшое, в размере 5%, но я считаю, что жители будут более бережно относиться к тому, что делаем мы. Ну и жители сами организовывают свой, скажем так, общественный контроль, что позволяет нам более качественно проработать с подрядчиками, чтобы не было каких-то нарушений и были все желания жителей исполнены. Хотелось бы остановиться на мероприятиях по улучшению образовательной среды в школах. В этом году в сфере образования большое внимание уделялось материально-техническому оснащению, безопасности, повышения качества обучения. В текущем году мы капитально отремонтировали спортивный зал Нестеровской школы и теперь, после, наверное, прошествия очень многих лет, он приобрел такой современный облик. Оборудовали раздевалки, туалеты, души в школе, то есть более комфортно ребятам будет заниматься. В этом году также мы проводили мероприятия по антирористической защищенности объектов образования. Это мы обустроили ограждения в Побединской школе в поселке Чернышевске и в Замковской школе в поселке Ясная Поляна. Кроме того, в поселке Ясная Поляна был проведен капитальный ремонт пищеблока. В трех школах отремонтированы и оснащены кабинеты цифровой образовательной среды. В Замковской школе появился лингвистический кабинет, а в Нестеровской школе появилась научная лаборатория. Все эти мероприятия повышают безопасность детей, большое внимание уделяется кадровой политике, привлекаются педагоги. В новом учебном году в Нестеровском общеобразовательном учреждении принято 9 педагогов, 2 студента поступили по целевому обучению и выплачиваются муниципальные стипендии. Кроме того, хотелось бы остановиться на том, что муниципалитетам принимаются меры по привлечению учителей и в том числе мерами поддержки является то, что администрация частично компенсирует съем жилья. Понятно, что педагоги, которые приезжают в наш район, не могут сразу приобрести жилье, муниципального жилья. У нас особо нет, но съемные квартиры, в которых проживают учителя, то есть съем этих квартир компенсирует администрация. Я хотел бы перейти к вопросам, которые были направлены и предложены в прямой эфир. Первый вопрос был от Тамары Зыковой по поводу Бабушкинского Дома культуры. Я на него, я думаю, ответил. Следующий вопрос. Светлана Васюкова. Здравствуйте. Хочется узнать судьбу Садовской школы. Почему закрыли школу? Детей возят в поселок Ясная Поляна. Значит, это первый вопрос. Я сразу на нем остановлюсь. В 2009 году реорганизация прошла нескольких образовательных учреждений, в том числе в поселке Садовое. То есть это отдельно взятое здание. Мы школу не закрывали. У нас школа находится в поселке Ясная Поляна. Это замковская школа. В поселке Садовое здание. Это отдельно стоящее здание, можно сказать. Значит, к началу 2022 года в здании школы осталось всего 14 детей. Учащиеся это 2-го и 4-го класса. По 5,8 ребят, соответственно. По прогнозам на 2023-2024 год первоклассников в поселке Ясадовое в ближайших населенных пунктах нет. Поэтому нами было принято решение осуществлять подвоз этих ребят в поселок Ясная Поляна в замковскую школу. Почему? Потому что материальная техническая база, центр точки роста, кабинеты цифровой образовательной среды, лингвистический кабинет, спортзал, лаборатория расположены как раз в зданиях замковской школы. Для детей из поселка Садовое организован подвоз в 7.45. Дети выезжают и в 13.05, и в 14.00 обратно возвращаются. Дети обеспечены горячим питанием, также функционирует буфет. Школа имеет периметральное ограждение, что обеспечивает дополнительную безопасность. Дети посещают кружки по программе «Умная продленка». Второй вопрос от Светланы Васюковой. Как нам дальше жить без транспортной недоступности районного города? Вы, наверное, слышали, сколько стоит поездка на такси. Есть такая проблема, действительно. У нас есть муниципальное транспортное предприятие. В настоящий момент у нас существует проблема в том, что один автобус сломался. Действительно, он сломался уже три месяца назад, и его никак не могут отремонтировать. В настоящий момент перевозки осуществляют два автобуса. Но по заверениям руководителя предприятия, буквально сегодня с утра с ним общались, то есть в ближайшие дни обещают автобус отремонтировать. То есть не могли найти причину поломки. Я думаю, что автобус мы пустим, и возобновятся рейсы. Следующий вопрос. Где можно сдать нормы ГТО? По нормам ГТО есть сайт ГТО, где необходимо зарегистрироваться для начала. Ну и также у нас есть детская и юношеская спортивная школа в городе Нестерове, которая находится в центре города, на улице Черняховского, 15. Значит, в рабочее время, значит, работает с 8 утра до 22, в рабочее время, в субботу с 10 до 15 до 30. То есть можно прийти лично обратиться к работникам детской и юношеской спортивной школы, которые дадут всю необходимую информацию. А также определят время, место, где можно сдать будут необходимые нормы ГТО. Так, Ирина задает вопрос. В это непростое время очень хочется быть полезным и нужным. Подскажите, как стать волонтером? Значит, чтобы быть волонтером, первое, что нужно сделать, это зарегистрироваться на сайте. Сайт добро.ру Определиться с направлением деятельности и пройти обучение. Главное правило, добровольцы, мы должны понимать, что помогают безвозмездно, от чистого сердца. В поддержке, как правило, нуждаются пенсионеры, инвалиды, дети без попечения родителей, люди с тяжелыми заболеваниями, которым нужна какая-то либо помощь. Волонтером может быть любой желающий в возрасте от 14 лет. Кроме того, вы можете зарегистрироваться на сайте добровольцы.россии.рф Значит, на сайте также публикуется вся необходимая информация. Значит, на базе городского дома культуры у нас имеется добровольческий штаб. Значит, в будние дни с 14 часов до 17 можно прийти и узнать о мероприятиях в сфере добровольчества. И вам расскажут, доведут до вас всю необходимую информацию. Руководитель у нас по молодежной политике Антуфьева Диана Викторовна. Пожалуйста, можно к ней обращаться. Здравствуйте. В новостях слышали, что на границе в поселке Чернышевском хотят запустить электронную очередь на пересечение границы. Действительно, значит, в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 года, которое утверждено распоряжением правительства Российской Федерации, в соответствии с этим, значит, распоряжением до конца 2022 года планируется, значит, Минтрансом совместно с Министерством развития инфраструктуры, Росгранстроем, ну, ответственное ведомство это Минтранс Российской Федерации, создать электронную очередь. Это пилотный проект, в который вошла наша Калинградская область и пилотным, значит, объектом, значит, скажем так, обозначен пункт пропуска поселка Чернышевская. Те, кто пересекают границу или ранее пересекали границу Калинградской области, здесь в районе поселка Чернышевская, мы знаем, что на расстоянии около 4 километров существует так называемая площадка-накопитель, которую мы, ну, можно называть, как правильно, это зона ожидания при пересечении границы. Раньше она использовалась, но впоследствии перестала использоваться. И на настоящий момент фуры, значит, транспорт стоят, получается, вдоль всего, вдоль всей дороги. Автомобили тяжеловесные, они съезжают на обочину, то есть разрушают дорожное полотно, мусорят, ну, скажем так, загрязняют окружающую среду, вот, и при увеличении очередей на границе, на, скажем, плечи муниципалитета также ложатся обязательства по расстановке мусорных контейнеров, по установке биотуалетов, вот, и поэтому было принято решение, я считаю, достаточно верное и правильное. То есть, как мы видим это, то есть любой человек, организация, транспорт, который должен пересечь границу, сможет через интернет заказать себе проезд на определенное время, то есть не надо будет стоять, ожидать там по несколько часов на границе. Но вот эта площадка, которая раньше использовалась, она сейчас, в настоящий момент, подсыпана, приведена, так, скажем, в более-менее хороший вид. На следующий год планируется ее заасфальтировать. Поэтому, кто будет подъезжать там, ну, я думаю, дополнительную информацию мы еще, конечно, дадим. Министерство развития инфраструктуры Минтранс, мы проанонсируем все, как будет это проходить. Ну, примерно, если кто-то пересекал границу с Литовской республикой, значит, с Литвы такой, скажем, такая площадка есть и такая электронная очередь существует. Так, Алексей Молодит. Когда и за чей счет будут восстановлены участки дорог по улицам города, которые были перекопаны при прокладке газовых труб? Например, улица Новая. Значит, хочу пояснить. Неоднократно мы уже эту информацию тоже давали. С 2019 года нами был заключен контракт трехлетний по газификации города Нестерова. Уже один этап пуска газа был в прошлом году. На настоящий момент планируется пуск следующего этапа газа, что касается за железной дорогой. И все жители, во всяком случае, видят, слышат, что на настоящий момент проходит опрессовка, испытание газопровода, который в центральной части города. Значит, по результатам, по, скажем так, по требованиям контракта, подрядчики после выполнения работ по испытаниям и сдаче газопровода должны восстановить нарушенное покрытие дорог. Но, кроме того, хотел бы сказать, что когда мы газ сдадим, мы также, кроме того, что восстановят подрядчики покрытие, мы будем планировать ремонты по нашим улицам города. Что касается улицы Новой, значит, силами муниципального бюджетного учреждения благоустройства у нас улицы города содержатся, проводится текущее содержание этих дорог. Это то, что касается города. Следующий вопрос. Валентина Никульна. Когда-то задавали вопрос, чтобы сделать автобусную остановку на улице Калинина. Пишут, что информации от администрации нет. Но я скажу, что мы эту информацию давали и в газету, и с этой информацией обращались нам на сайт. Значит, информацию я давал лично и отвечаю жителям, если они ко мне обращаются. Действительно, на улице Калинина у нас, это так называемая почтовая площадь, была автобусная остановка. Автобусная остановка не соответствовала ГОСТам. Значит, в связи с этим, по предписанию ГИБДД, данная остановка была закрыта. В связи с тем, что это федеральная трасса, администрацией было согласовано с СевЗАПРУПРАВТОДОРОМ. Это учреждение, которое находится в Санкт-Петербурге. Согласованы мероприятия по проектированию, разрешению, данные разрешения получены. Также администрация разработала проект организации дорожного движения, который необходим в настоящее время для ремонта. Необходимо для того, чтобы проводить ремонт и организовать дорожное движение безопасно. Кроме того, подготовили мы проектно-сметную документацию. Буквально недавно проектно-сметная документация вышла с проверки, с Центра проектных экспертиз. И, значит, на следующий год, в связи с тем, что финансирования в этом году у нас нет, на следующий год мы эту автобусную остановку обязательно сделаем. Просто автобусная остановка для понимания, что она должна иметь заездной карман, перрон для посадки пассажира, павильон. Значит, все это мы сделаем в следующем году. Так, Галина Марк. Здравствуйте, жителям Садовая. По автобусам? Ну, по автобусам я уже ответил. По автобусам я ответил. Я надеюсь, что мы в ближайшее время все это сделаем так. Александр Кручинин. Очень большой текст. Очень хочется видеть свой город красивым. Посмотрите на соседний Гусев. Ну, первый вопрос по благоустройству, я так понимаю. Ну, очень много вопросов по благоустройству. В основном, конечно, после работ по газификации, это ремонты дорог. И благоустройство дворов, в том числе после газификации. По газификации я уже сказал, что мы постепенно будем приводить город в порядок, будем ремонтировать улицы. Также будем приводить в порядок дворы. Ну, и как пример я уже привел, что по программе комфортной городской среды, если жители домов, есть старшие домов, можете обсудить этот вопрос. По комфортной городской среде у нас занимается отдел ЖКХ. Если у вас есть желание привести свой двор в порядок, пожалуйста, можно участвовать в программе. И еще один вопрос. Дальше продолжение. Значит, про больницу. Что? Сейчас, сейчас, сейчас. Теперь о медицине. Больным из стационара негде в хорошую погоду посидеть на улице. Ну, извините, мне кажется, что больные, если люди больные, они должны соблюдать какой-то режим. Если нужно подышать свежим воздухом, я понимаю, что палаты проветриваются. И если действительно человек больной, он не должен ходить на улицу и где-то сидеть там на скамеечках. Ну, хочется сказать, что в этом году у нас больница является объектом культурного наследия. В этом году проведен капитальный ремонт фасада этого здания. И проведено благоустройство. Ну, предлагают поставить две качельки около больницы. Я вот, честно говоря, думаю, что это не совсем корректно качели ставить уголы больницы. Там все-таки учреждения здравоохранения. Ну, а если кто-то хочет покачаться на качельках буквально от больницы 200 метров, у нас находится в центре города, около администрации, сквер с детской игровой площадкой, с качелями. И, пожалуйста, я думаю, родители, дети будут очень рады этим воспользоваться. Так, Галина Марк, поселок Садовая. И мы уже обращались по поводу фонаря. В центральной улице не горел фонарь. Но вопрос поступил вчера вечером. Мною дано было поручение руководителю террорела Белинскому Владимиру Алексеевичу. Значит, сегодня уже утром мне информацию доложили, что фонарь поменяли. Фонарь перегорел. Его действительно оставили, но перегорел. Поменяли, я думаю, мы выполнили пожелания наших жителей. Так, теперь, наверное, вопросы, которые были. Теперь перейдем. Так. Сейчас. Сейчас, муточку. Добрый день. Так, это у нас Федюкова Анна. Добрый день. Очень хочется узнать судьбу капремонта по улице Октябрьской, 3-7. Три года прошло, а дальше? То есть, я так понимаю, вопрос, какие виды работы будут проходить дальше. Значит, три года назад действительно проводились работы по укреплению фундамента. Значит, мы, значит, эти работы, тоже там к подрядчику были ряд вопросов, специалистов фонда и стройконтроля мы вызывали, прорабатывали вопрос, то есть, с подрядчиком работу проводили. Значит, если касается дальнейших работ и планов на последующие года, возможно, это крыша-фасад, я попрошу вас или оставить телефон, ваш, нам, написать, чтобы мы могли с вами связаться. Или вы можете обратиться в отдел ЖКХ администрации района. Так, Анна Федюкова. Очень рады, быстро отреагировали по ремонту фонаря. Так, мое заявление на уборку мусора. Я вот, не знаю, если вы писали заявление, ну, я попрошу, чтобы вы направили нам свой телефон, мы с вами свяжемся по поводу, если вы писали заявление, оно должно было рассмотрено быть в течение 30 дней. Если вы его не писали или просто к кому-то обращались, звонили, ну, давайте мы с вами этот вопрос урегулируем. Я думаю, там, если там какие-то кусты надо постричь или мусор убрать, у нас есть учреждение, которое этим занимается. МБУ благоустройства. Ну, вот Галина Март благодарит за то, что поменяли фонарь. Спасибо вам, Галина, потому что, ну, вы к нам обратились, мы стараемся, как бы, это все побыстрее сделать. Ну, я обращаюсь тоже к нашим жителям, которым не все равно, если что, в наших силах мы стараемся сделать достаточно быстро. Марк Винтер. Где людям купаться в летнее время? Имеется в виду в шаговой доступности. Ну, у нас есть озеро Виштенецкое. Ну, до него надо доехать 25 километров, да. У нас есть озеро Николаевское. Официально на нем купаться запрещено. Но на настоящий момент мы прорабатываем вопрос по обустройству городского пляжа там. Вопросы прорабатываем, начинаем с того, что насколько безопасна вода, которая находится в этом... Сейчас вот на настоящий момент буквально должны прийти исследования воды. И там мы будем тогда уже, если все нормально с водой, значит, будем начинать проектирование, значит, этой зоны отдыха. Марк Винтер. В поселке Чернышевское нет детского сада. Почему нет транспорта возить детей в ближайшие садики? Ну, вопрос перевозки детей, это достаточно специфичный. Особенно детей дошкольного возраста. Детей дошкольного возраста мы перевозить не можем. Есть... В поселке Чернышевского нет детского садика. Есть детский садик в поселке Пригородное в соседнем поселке. Марк Винтер. Когда будет сделана автобусная остановка на выезде из города в сторону Гусево? Ну, это я говорил, это улица Калинина, почтовая площадь. Информацию я сказал. Петр Старцев. Дарья Владимирович, вы считаете город Нестеров туристическим? В Калининграде ничего не знают о достопримечательности вашего города. С областного центра Нестеров видится депрессивным муниципалитетом, существующим только для транзита в Литву и обратно. Сколько в Нестеров достопримечательностей гостиницы, что там можно посмотреть, когда ваш городской округ будет популяризировать свои красоты, если они вообще есть. Ну, конечно, есть у нас красоты. У нас озеро Виштенецкое, Калининградский Байкал. У нас музей Данилайтиса в поселке Чистые пруды. У нас, значит, в поселке Краснолесе есть музей, который я предлагаю, очень многие о нем знают, я не знаю почему. Ну, кто знает, тот, кто там был, тот знает, что там можно посмотреть. Также осуществляются поездки с поселка Краснолесе. Есть ряд гостевых домов, ну, информацию, я думаю, можно найти. И у нас на сайте, и на просторах интернета очень много людей приезжает в наш район, в том числе и с ночевкой. И чтобы отведать наших местных эксклюзивных продуктов, у нас Наталья Добровольская выиграла президентский грант в прошлом году и устраивала несколько мероприятий на территории своей усадьбы, на территории соседних, значит, гостевых домов и фермерских, скажем так, таких маленьких личных пособных хозяйств. У нас можно сплавляться на байдарках по улице, по Красной речке, это усадьба Заяца Сергея. Поэтому у нас достаточно много интересных мест. У нас мост железнодорожный над речкой Красной, который самый большой, наверное, в области. Плюс к нам едут собирать грибы, правда в этом году грибной сезон такой не совсем удачный, но грибы, ягоды. Так, Марк Винтер. Эдвард Владимирович, вы были на вокзале после дождя. Это, я так думаю, вокзал какой? Железнодорожный, наверное. Лужи. Ну, там асфальтовое покрытие, я не знаю, там почему написано грязь. Ну, посмотрим мы, если там необходимо провести мероприятие по ремонту, запланируем. Про остановку. Да, про остановку я сказал, на следующий год. Так, Галина Март задает вопрос, как часто планируете проводить такие линии? Ну, я в прямом эфире уже выступаю третий раз. Ну, периодично мы, наверное, где-то раз в квартал, наверное, эти проводим прямые эфиры. Кроме того, недавно выступал на радио то же самое. Тоже рассказывал по интересующим вопросам. Так. Наталья Крынкова. Эдуард Владимирович, выскажите, пожалуйста, свое мнение по поводу появления в нашем любимом городе огромного количества алкомаркетов. Есть такой вопрос. Ну, запретить мы их не можем. У нас в соответствии с постановлением есть, скажем, ограничения по расположению алкомаркетов вблизи учебных заведений. Нарушений в этом плане нету, но я, как бы, не знаю, честно говоря, достаточно много, согласен. У нас улица Московская, площадь около высшее здание райпо на рынке, здание бывшего банка. Да, вот, пять точек таких имеется. Так. И еще один вопрос. Иван Никифоров. Когда и как пройдет осенний призыв? Ну, на этом вопросе, да, тоже вопросы задают. Значит, в соответствии с поручением президента, осенний призыв был сдвинут. И он начнется с 1 ноября. Значит, ну, это, я так понимаю, что все равно сейчас проводились мероприятия по мобилизации, чтобы не смешивать, скажем так, два этих мероприятия. И никто ничего не путал. Значит, с 1 ноября начнется осенний призыв. Значит, срочники, те, кто должны исполнить свой, я считаю, мужской долг, отслужить в армии. Значит, срок службы, он не изменился, он будет также один год. Также будут созданы призывные комиссии, в которые входят медицинские комиссии, проходить ребята будут. То есть, значит, по информации, которую мы слышим, президент выступал и губернатор выступает периодически. Значит, срочники, вот основной вопрос, который, да, стоит, что все переживают, что в зону специальной военной операции могут направлять срочников. Нет, срочников направлять в зону военной операции не будут. Службу они будут проходить на территории региона. Поэтому, я думаю, в этом случае переживать не надо. Но негодные, скажем, ну, не то что негодные, не соответствующие состоянию здоровья призываться тоже не будут. Так, еще. Дети в детский сад. Марк Финтер продолжает вопросы здесь, да. Дети в детский сад могут передвигаться на общественном транспорте? Рейсы автобусов есть в муниципалитете? Специального транспорта для перевозки детей до школьного возраста нет? У нас в поселке Чернышевского 16 детей. Вот у меня информация. Посещают детский сад. Поселки Пригородная. Так. Простановку. Марк Финтер, про остановку вы тоже самое говорили год назад. Ну, год назад я... А, и за год ничего не изменилось. Год назад я говорил о том, что в связи с тем, что федеральная дорога является, значит, не нашим объектом, что нам необходимо провести согласование то-то, 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 провести мероприятие. Я вот сейчас говорю, что эти мероприятия мы провели. Мы согласовали с федералами проведение мероприятий. Мы разработали проект организации дорожного движения. Мы сделали смету, мы ее проверили. Теперь мы определимся с источниками финансирования. И в следующем году мы эту остановку сделаем. Все, спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь обращаться в администрацию на страничке в наших соцсетях. Всегда готов к общению. До свидания, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok